Итак, в этом видео, друзья, поговорим о полнолунии, которая будет в июне 2019 года. Итак, первая полнолуния лета состоится во второй половине июня 2019 года. Привычное астрономическое явление в начале лета имеет особое название. Полную луну в июне ее называют клубничной или медовой. При этом не стоит ожидать изменения цвета или видимого размера спутника. Но полнолуния будет самым обычным и ничем не выделяющимся. Итак, друзья, в июне полнолуние пройдет 17 числа. Время будет не слишком удачным для наблюдений за полной луной, потому что полнолуние пройдет в 11 часов 30 минут по Москве. При этом астрологи говорят о том, что полный на 100% освещенный диск увидеть можно будет на небосводе. Уже приблизительно после 21 часа по московскому времени. Эффект полнолуния по зрительным характеристикам будет сохраняться еще как минимум несколько дней и вечеров. Так что по времени насладиться зрелищем у всех хватит. Что же касается тех, кто верит в мистическую силу полнолуния, то лучшим временем для проведения ритуалов и загадывания желаний будет ночь 17 на 18 июня. Нельзя не сказать, что в энергетическом плане полнолуние считается знаковым событием в каждом новом месяце. Так как в это время при особом желании каждый человек может кардинально изменить свою жизнь. При этом эмоциональное и физическое состояние людей оставляет во время полнолуния желать лучшего. Полная луна считается покровительницей путаницы и хаоса, а также чувственности и смятения. Ну вот теперь давайте поговорим об особенностях полнолуния в июне. Какие дадим вам характеристики и как будет влиять на человека. И повторим, что полнолуние в июне пройдет 17 июня под знаком стрельца. Это огненный знак и он не поможет вам разобраться в ваших трудностях и проблемах. А потому ответить на себе же поставленные вопросы лучше успеть до фазы полной луны. Не затрагивает полнолуние только те, кто уже расставил приоритеты и движется к поставленным целям. Те же, кто еще мечется в поисках себя, чувствовать себя будут не самым лучшим образом. Стрелец разбудит тягу к знаниям и информации. Причем выражаться она может как в желании учиться, так и в желании получить ноль. Поэтому сдерживайте свои порывы, чтобы в итоге не испортить отношения с близкими, которым ваше нравоучение могут не понравиться вовсе. Этот период можно использовать для принятия каких-то важных решений. При этом нужно постараться находиться в медиактивном состоянии, в состоянии внешней и внутренней тишины. И попробовать настроиться на свою интуицию, которая всегда знает правильное решение любой проблемы. Больше всего полнолуние повлияет на такие знаки зодиака, как близнецы, дева и рыбы. Чувственные и романтичные особы будут ощущать некий прилив энергии и желание что-то кардинально менять в своей жизни. А вот астрологи не советуют действовать в опасный период, так как это можно, так как в этот период, друзья, можно делать кучу ошибок и выбрать в итоге неправильный путь. В полнолунии в работе и личной жизни необходимо уделить внимание именно деталям, а не глобальному решению проблем. Поэтому присмотритесь к мелочам, которые накопились вокруг вас. Возможно, они сложатся при настройке ракурса в картинку, которая и станет ответом на все ваши вопросы. В личной сфере будет наблюдаться повышенная эмоциональность. Почему? Потому что ведь стрелец, несмотря на некоторую рациональность, остается же все же огненным знаком зодиака. Поэтому постарайтесь быть терпеливым к окружающим, не обижайте и не обижайтесь сами. Прощайте близким возможные слабости. В это время слишком остро будет восприниматься критика, так что постарайтесь держать себя в руках и не высказываться остро в отношении тех, кто вам дорог. Избегайте лживых людей, которых в полнолуние будете чувствовать буквально как ясновидящий. Не кормите себя иллюзиями. Если в вашей судьбе есть тонкие нити, то стоит сделать тяжелый вдох и порвать их. А не то они порвутся сами, но в самый неудобный для вас момент. Многие встанут перед сложным выбором между личной сферой и работой. И правильный путь вам укажет только ваша интуиция. Но теперь давайте поговорим о том, что можно и что нельзя делать во время полнолуния, именно в июне, которое будет в июне 17-го числа. Во время полнолуния нужно побольше отдыхать и слушать себя. Если хотите, чтобы ваши дела шли ровным чередом, то необходимо будет взять небольшой тайм-аут, чтобы заняться именно самокопанием. Не стоит заводить во время полнолуния новые знакомства. В итоге человек вас может разочаровать, так как под воздействием Луны оценить его правильно вы попросту не сможете. А вот астрологи рекомендуют провести день максимально спокойно, размышляя над собственными планами и желаниями. Возможно, Луна услышит и исполнит в итоге вашу мечту. Есть одна неприятность, которая подстерегает нас в эти дни. Необычайное чувство голода. Держите себя в руках, так как именно в этот период особенно слабым местом у нас будет являться желудок. Поэтому воздерживайтесь от переедания необычной и сомнительной пищи. Также в этот день лучше воздержаться от алкоголя, серьезных встреч и дальних поездок. Будьте осторожны за рулем и постараться больше времени проводите на природе. Вот, друзья, вот такой у нас будет полнолуние 17 июня в знаке Зодиака Стрелец, которая будет по Москве, начнется в 11.30. Друзья, ну с вами был канал Затерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал. На нашем канале постоянно выходят новые интересные видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Ну а также пишите ваши вопросы и комментарии. Ну а мы, друзья, прощаемся и услышимся уже в следующих эфирах. Пока-пока! Продолжение следует...